Лето к закату, но купальный сезон закрыли далеко не все. Поэтому не удивляйтесь, если во время отдыха на реке или озере встретите людей в форме, которые раздают памятки с правилами поведения на воде. Рейды по профилактике поведения детей и взрослых на водоемах проводятся на регулярной основе. И вот почему. Самое главное и основное правило для посещения водных объектов, чтобы наши жители, если выходят с детьми, то пользовались только теми пляжами, которые у нас открыты. Чтобы не купались в тех водоемах, где у нас есть таблички «Купание запрещено». Во-вторых, чтобы наши жители объясняли своим детям, как правильно вести себя на воде. Таблички «Купаться запрещено» этим летом появились на всех водоемах городского округа Щелково. Требования к местам для купания с каждым годом ужесточаются. Кому-то из отдыхающих до этого нет никакого дела, а зря. Купание в запрещенном месте теперь таит в себе угрозу не просто здоровью, но и кошельку. Заплыл под знак – можно получить штраф. Правительство Московской области в рамках «Безопасность Подмосковья» инициировало изменения в Коап и ввели вот именно эту статью. Новая статья в Коапе 3.7 – это запрещено купание в местах, не отведенных для купания. Штраф предусмотрен 1000 рублей. Официальная пляжная зона отдыха находится в Центральном Щелковском парке, но тоже без входа в воду. Запрещающие знаки установлены также на озере Севаж, Амеревском и Кожинском карьерах и в других популярных у жителей, но стихийных местах отдыха на воде. Купаясь там, вы подвергаете себя административной ответственности. Если что, об этом вам напомнят сотрудники полиции, отдела гражданской обороны и безопасности администрации округа и спасатели Центра гражданской защиты. Подобные совместные рейды они будут проводить регулярно, пока не закончится купальный сезон. Ирина Микеда, Галия Вахитова, Щелковское телевидение.